Ну, чем-то таким запоминающимся, интересным. Буквально сегодня уже выключить экраны монитора и пойти и сделать какое-то действие, которое позволит вам качественно изменить ситуацию в вашем бизнесе, в вашей команде, в вашей структуре. Поэтому я сегодня готовился, и, честно говоря, когда слушаешь спикеров, это одно, а когда выступаешь сам, это немного другое. И второй момент такой более волнительный, то, что сегодня последний день онлайн-форума, и мы сегодня завершаем, и я понимаю, что позади проделана огромная работа, где у нас присутствовало огромное количество спикеров, топ-лидеры компании «Арифлэйм» — Украина, Беларусь, Казахстан, Россия. Тренеры присутствовали, ваши хорошие друзья, знакомые, наставники, в которых вы обучались, у которых и я обучаюсь, у которых и сейчас, возможно, у вас с ними есть какое-то сотрудничество. И такая, с одной стороны, возможно, немножко грустная нота, но на самом деле она и отчасти радостная. Радостная в том, что вы сейчас уже зарядились достаточно сильной мотивацией, знаниями, энергией, поводом для того, чтобы встать и начать уже работать и делать какие-то действия. Верно, да? Как и вообще, кстати, форуму. Дайте мне обратную связь. Насколько вам мероприятие, которое мы проводим, кстати, это уже пятый раз, когда мы проводили мероприятие, мероприятие, которое мы проводим и которое сейчас прошло, насколько оно для вас было действительно полезным, важным, пока что важным, может быть, да, и насыщенным. Супер, отлично. Отлично. Прям хочется посмотреть на то, что вы пишете в чате. Понравилось, здорово к вас. Ну, смотрите, практика показывает, и, в принципе, это основная причина, почему мы проводим уже из года в год это мероприятие. это то, что мне потом пишут, мы собираем отзывы, и я смотрю, как многие участники, ну, так откровенничают, что вообще пришли на онлайн-форум, ну, кого-то затащили, кого-то, может быть, так заманили, кого-то... А кого-то просто была какая-то последняя попытка, ну, ладно, раз приглашают, пойду. И настроение было отчасти такое, ну, бросить. Вот бросить, заниматься бизнесом, рефлейм, и как-то заняться чем-то другим, потому что что-то не получалось. Но сейчас я уже вижу, как прошло несколько лет, эти люди, которые были в состоянии все бросить, они сейчас растут, развиваются, строят команды, открывают новые квалификации. И вот у кого знакомо это ощущение, что вы пришли на этот форум тоже с таким, ну, скажем так, уже таким апатичным, может быть, настроением, отсутствием веры в себя и в понимание того, что нужно делать, а сейчас вы чувствуете, что переполнены силами, энергией и готовы приступить к работе, действовать. И у вас полностью поменялась картинка, картина того понимания и видение бизнеса, которым можно строить с компанией. Вот есть такое? Второе дыхание, я смотрю, у кого-то открылось. Отлично. Плюсики я смотрю ставить. Ну, значит, мы это время провели не зря. Это хорошо. И я так вижу, что мы таким образом уже и проверили связь, то есть есть контакт и есть уже обратная связь от вас, то я предлагаю, несмотря на то, что сегодня последний день, но провести его максимально полезным и перейти к тому, чтобы к моей части выступления, вот, поэтому прошу меня тоже поддержать, как спикера. Я сам себя представляю и промотирую, вот, но, надеюсь, мы за это время уже успели с вами познакомиться, с кем познакомиться в первый раз или подружиться. Вот, так что мне ваша помощь и поддержка будет очень нужна. Ну, и прежде чем мы начнем, я хочу вас призвать к такой, к такому формату рабочему. То есть, ну, как-то у меня практика такая сложилась, что мы, что мы с вами, нет, это еще не выступление, Сергей, все верно. Практика у меня такая сложилась, что я, если провожу какие-то мероприятия, они насыщены каким-то практическими либо заданиями, либо упражнениями, либо какими-то вопросами, которые позволяют глубоко взглянуть в какую-то проблему даже, в какую-то задачу. И тут же найти решение. Если вы не против, то давайте мы сегодня именно в таком же формате поработаем, но для того, чтобы это все сложилось, для того, чтобы вынесли максимальную пользу, я хочу вас попросить, что вы сейчас были, ну, внимательно смотрели, что я буду давать вам на экране, на сегодняшнем вебинаре. Возможно, даже сейчас рекомендую взять листочек, бумажки, ручки, ручку для того, чтобы, если нужно будет делать какие-то пометки или быстро посчитать, вы смогли бы это себе зафиксировать. И у нас будет такая практическая работа, потому что я верил в то, что только когда делаешь, начинаешь что-то понимать. Когда сам что-то считаешь, когда сам что-то пишешь, когда сам идешь, например, делать работу, продажи, рекрутирование, спонсирование и так далее, только тогда начинает идти понимание. То есть не от того, когда слушаешь и записываешь, понимаешь, а от того, когда делаешь. Я хочу вас сегодня направить на действие. И из этого мы тогда вынесем сегодня максимальную пользу. Итак, готовы, да? Приступаем тогда. Значит, по формату у нас сегодня, опять же, 45 минут, но вот именно с этого времени, я так понимаю, мы сейчас начинаем, то есть у нас в 12 часов планируется закончиться сегодняшняя встреча. Надеюсь, успеем. Давайте я сейчас тогда включу слайды. Сейчас, секундочку. И мы с вами приступим. Отлично. Итак, прежде всего, я санонсирую тему. Давайте пару слов обо мне, потому что я знаю, что кто-то со мной знаком, кто-то нет. И поступает очень много вопросов на почту или поступают вопросы, бывает, в чат и так далее. То есть, ну, все-таки часть знакомства нужно пройти, потому что до этого был просто какой-то молодой человек, который всех представлял, фигурировал на заднем плане и так далее. А кто он такой? То есть, у некоторых такой вопрос все-таки есть. Значит, меня зовут Александр Васечко. Как вы догадались, я основатель онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Reflame». И это уже пятый форум, который я организую. Причем организую не сам лично, а с помощью команды консультантов и лидеров компании Reflame совершенно разных структур, хочу сразу вам сказать, что я работаю с разными командами, то есть идет такое объединение усилий, потому что в основе тех каких-то проектов, которые мне интересно развивать, всегда лежит и должна, на мой взгляд, лежать главная мысль. Это та польза, которую он приносит и должен приносить бизнесу. И главный вопрос, который я всегда задаю, прежде чем что-то начать, прежде чем даже запустить очередной онлайн-форум, а какую пользу он принесет людям, которые на него придут. И вот, знаете, вот этот подход, он позволяет объединять совершенно разные команды, разные структуры, разных лидеров. И на самом деле, наверное, это с моими ценностями лучше пересекается, потому что мне интересно видеть результаты своего труда. И вот, пожалуйста, у нас получился онлайн-форум. Соответственно, при этом я руководитель продюсерского центра Level Up для консультантов, лидеров компании, сетевого маркетинга. Что это такое? И сразу заотвечу оптом на несколько вопросов. Мне задают вопросы там про мои статусы, уровни и так далее, и работу с компанией Reflame. Значит, с компанией Reflame меня связывает очень многое. Я долгое время занимался активно бизнесом и строил структуры, и достаточно успешно. Не буду я сейчас тратить время на то, чтобы рассказать, как моя складывалась история. Она такая достаточно яркая, насыщенная разными событиями. Если интересно, мы с вами можем отдельно еще об этом поговорить. Лично или что, пишите, то есть я расскажу. Сейчас хочу ответить на главный вопрос, что я сегодня не занимаюсь развитием структур как лидер, как дистрибьютор. И, наверное, вы это могли уже догадаться, потому что, ну, вы сами понимаете, организация таких мероприятий, как онлайн-форум хотя бы, да, он предполагает огромное количество сил. И в то время, пока вот я его организовывал, я не имею возможности строить бизнес. Я не имею возможности строить структуру. То есть это вопрос некого такого выбора, с которым я всегда стоял, и он был мне очень болезненный в том плане, что я очень люблю сетевой маркетинг, мне очень нравится этот бизнес. Я с удовольствием занимался уже, занимаюсь, занимался, да, с 2002 года, прошел через огонь воду медные трубы. Но в какой-то момент жизни я начал замечать, что у меня хорошо получается помогать консультантам и лидерам в решении их вопросов, задач. Потому что, ну, была такая история, что я и работал даже и консультант, ну, консультантом-дистрибьютором, работал одно время даже в штате компании, сетевого маркетинг, где интересно было посмотреть. Я иногда одно время даже вляпался в финансовую пирамиду, и вместо того, чтобы бросить, я решил во всем этом деле разобраться и начал разбираться глубоко, искать наставников, методики, системы, этику, философию, ну, в общем, всю ту прелесть и чистоту этого бизнеса, которая обычно скрыта от глаз людей обычных, да, которые говорят, не сетевого маркетинга, фу, это там ерунда, лохотрон или еще что. Вот. И поэтому так вот меня вывело на такую колею, что ко мне начали обращаться за консультациями, с вопросами. Я помогал и помогаю до сих пор, сейчас уже сотрудничаю с некоторыми лидерами, топ-лидерами компании, помогаю им выстраивать систему работ, помогаю им выстраивать работу в интернет, помогаю решать очень многие задачи, в которых они повязали, и у меня это просто хорошо получается, мне нравится. И в какой-то момент мне необходимо было сделать выбор, потому что, знаете, это как, одна нога на берегу, на берегу, другая в лодке, а в паху болит. То есть разрываясь между дистрибьюторской деятельностью и тем, чтобы работать, тому, чтобы другим людям, другим структурам помогать развивать бизнес, это было некомфортно и малоэффективно. И мне, я пришел к решению, благодаря поддержке многих лидеров, в частности, в компании Reflame, за это им огромное спасибо, я нашел в себя и вижу, и вижу в пользу в том труде, что я помогаю развивать бизнес вас, ваш. и в результате сегодня у меня появился уже развивающий продюсерский центр, ну и так далее. Кому интересно будет, можете со мной отдельно еще на эту тему более подробно поговорить. Вот. Ну, вкратце так, да, поэтому основная моя работа на сегодняшний день, это я такой хороший организатор-менеджер различных процессов. То есть, если мне интересно решать задачки из серии, как увеличить объем продаж у команды лидера на 10, 20, 30 процентов, ну и прочее. Ну, или создать какое-нибудь мероприятие, которое принесет многим пользу, активирует неактивных, поднимет, разбудит спящих или даже мертвых дистрибьюторов. Это интересно. И это у меня хорошо получается. Вот. Поэтому вот для того, что мы с вами разговаривали на одном языке, и вы понимали, да, то есть я все-таки за то, что на что сфокусируешь свое внимание, свои усилия, там и хорошо получается. И там, и там не получалось. И страдали оба направления. Потом был еще очень важный момент. Знаете, я убежден, что плохо тот лидер, который, выйдя на сцену, не уведет за собой весь зал в свою структуру. Говорю вещи прямые, откровенные, но на самом деле. То есть плохо тот лидер, который, выйдя на сцену, не уведет за собой весь зал, который был, собрался. И это понимание происходило, видите, какие массовые мероприятия я провожу, и для некоторых у лидеров было такое опасение, а вдруг Александр возьмет и всех куда-то людей собрал на онлайн-форуме и куда-то уведет. И чтобы была определенная безопасность для лидеров, то есть они чувствовали какой-то комфорт, я понял для себя, что мне ни в коем случае нельзя параллельно развивать сетевой, потому что начинают просачиваться люди с мероприятий, с вебинаров, проситься в команды и прочее, а мне этого совершенно не нужно. Поэтому это еще один момент, почему я принял решение, что я лучше буду помогать, раз у меня это хорошо получается. Причем, так как это вся работа, вы сегодня посмотрите, мы работаем на практике, то у меня здесь практический опыт, практически и постоянно он обновляется и, можно сказать, самый-самый-самый-самый свежий. Вот. Ну и таким образом хватит обо мне. Мы перешли к такому, такой интересному вопросу, к практике, да? И хочу поднять несколько вопросов сейчас, таких, которые волнующих, возможно, вас, и мне кажется, что это то, что вам хотелось бы сегодня разобрать. сейчас проверим. Кто из вас сталкивался с такой сложностью, с проблемой, с задачей, когда люди, например, не приходят в бизнес? Или приходят, но уходят? Или уже работают, работают, но не зарабатывают? Или что еще? То есть какие-то вот проблемы связаны с тем, что вроде бы вы сами, например, в бизнесе работаете очень много времени, у вас результаты такие, что, честно говоря, лучше никому не говорить. И это бьет по самооценке, и вы чувствуете, что, например, вы не можете с серьезным предложением, вернее, с предложением подойти к человеку, к серьезному, когда кто-то в чате из вас задавал, как обратиться к человеку, который выше меня статусом. И прочее, прочее, прочее. или, например, проблему такую, возможно, тоже с ней в последнее время сталкивались, что ваше предложение вы сами себе вот, ну, в него перестаете верить, потому что, например, сравнивая возможности, которые на практике дает сетевой бизнес, ну, сотрудничество с компанией Reflame, да, вы понимаете, что в лучшем случае, я беру среднюю статистику, надеюсь, что у вас результаты другие, но то, что я наблюдаю, что в лучшем случае, например, через год дай бог выйдем на уровень там, директора, и это будет заработок сколько там, 30, 40, 50 тысяч рублей, да, там по-разному, как построить команду, вот, в то время как если у человека есть голова на плечах, а нам именно такие нужны головастые люди, да, нормальные, которые с активной жизненной позиции, то он может устроиться на работу, и эти же деньги уже получать, ну, может, не в первый, но во второй или третий месяц. И тут тоже появляется некая проблема хороших людей, как их привлечь, потому что конкуренция с работой. Можно, конечно, долго рассказывать, что, ну, то работа от слова раб, то тут бизнес и тут другие возможности, но на самом деле это шаг номер два, а шаг номер один для многих это то, что они приходят за финансовыми возможностями, выйти на эти деньги, собственно говоря, людей привлекаете, если они эти деньги получают, они с вами. Если не получают, то обычно происходит то, что сейчас чаще всего и происходит, как-то денег нету. люди приходят, попробовали, горящие глаза, готовы работать, проходят неделя, вторая, третья, и глаза как-то потухли. Кому это знакомо? Вот, кто-то пишет, вот Альберт, например, вообще о результатах лучше не говорить про меня, он спрашивает, ну, про себя, потому что, ну, видит, что результатами не впечатлишь. Более того, кстати, я заметил, даже многие лидеры уже начали обращать внимание, что результаты, вот эти вот чеки показать там или еще что-нибудь, они перестали так хорошо работать, как раньше. То есть впечатлить человека, смотри, я с миллионером сфотографировался, смотри, какой у него большой человек, какая у него классная машина. Людей это уже перестало как-то впечатлять, вернее, так, как это делалось раньше. Вот, и у меня есть предложение. Давайте сегодня копнем немножко в теоретическую часть и выйдем на практику в конце. что нужно делать для того, чтобы зарабатывать. Как вам такой вариант? Как вообще строить работу, как строить структуру именно зарабатывающих людей? Потому что подтвердите, пожалуйста, мои предположения, что если люди в вашей команде начнут зарабатывать, и пусть даже не с первого дня, хотя бы с первого месяца, то вероятность того, что бизнес у вас будет развиваться очень хорошими темпами, будет высока. Более того, скорее всего, люди перестанут уходить с такой интенсивностью, с которой они уходят сейчас. Более того, даже если кто-то будет заманивать какими-то соблазнительными предложениями, они в ней пойдут туда, потому что они зарабатывают у вас. Да? Отлично. Тогда в качестве примера я забыл подготовить именно этот слайд, поэтому задам именно вопросом. Я хочу задать вам такой вопрос. Знаю, что аудитория людей, которые присутствуют на форуме, это в среднем менеджеры или директора, ну там менеджер, директор. Есть поменьше, есть повыше, но в смысле то, что большинство из вас, которые я делал вопрос, это менеджеры компании Reflame. Это, значит, те люди, которые на пути к вот такому, чтобы закрепить статус директора. Я не ошибаюсь? Подтвердите, пожалуйста. То есть вы идете на пути к тому, чтобы выйти на уровень директора. И это для вас какая-то ближайшая краткосрочная цель. Ну а если среди вас есть лидеры, в команде которой много директоров, то вы сами исчисляете свои результаты директорами. Да? То есть количество директоров в вашей команде. И вам тоже, наверное, было бы интересно подумать, посмотреть, узнать, как выстроить работу так, чтобы директора росли. Вот. Соответственно, давайте сейчас задам каверзный вопрос к вам, ко всем. Что нужно в цифрах, чтобы стать директором компании Reflame? чтобы даже не столько стать, а получать деньги уровня директора компании Reflame. Консультант статуса директора компании Reflame. Какую работу нужно сделать в цифрах? Какой результат нужно показать? Причем я хочу, я спрашиваю о том, чтобы вы каждый месяц получали заработок где-то на соответствующий уровень директор. Вот. И смотрите, пожалуйста, сейчас все в чат, что мы с вами видим. Вот. Большинство из вас... Так, пишите, пишите. У нас сегодня будет такая. В цифрах, в цифрах, там. Вот. Большинство из вас, видно, вижу, ставит цифру 7500 баллов. Ну, все правильно по маркетинг-плану или там 250 тысяч рублей, я так понимаю, товарооборот. Вот. Но кто-то из вас, кстати, пишет 8500. Это что, у нас залетные люди не из компании Reflame, у нас же форум только для консультантов Reflame. Будет интересно, как получилось. 100 человек по 75, ну, опять 75, 7500. Так. Вот. Отлично. Кто-то 10 написал тысяч. Вот еще один, наверное, шпион, подсматривают за нами. Они не знают маркетинг-плана компании Reflame. Вот. По Украине 8500. Понятно. Это я не знаю. Это значит, я не знаю этот самый маркетинг-план. Такое тоже может быть. Потому что по всем регионам. Так, ну, теперь давайте интересный момент. Сейчас я вас на кое-чем сразу предупреждаю, подловлю. Верну к слайдам. Хочу вам задать вопрос теперь. Напишите, пожалуйста, сколько баллов вы сделали лично за последние два месяца. Имеется в виду, давайте так, вот месяц назад точную цифру, если есть у вас под руками распечатка, можете посмотреть, и два месяца назад. Или давайте так, не месяц, а каталог, да, так будет удобнее. Вот в прошлом каталоге, и вот еще два каталога назад. Вот, напишите эти две цифры точные. Если у кого-то нет, ну, старайтесь не округлять. Так, смотрим, 217, 214, две цифры, две, 156, 150, 300, так, две, две цифры, пожалуйста, пишите. так, 300 и 200. Так, смотрите сами сейчас в чат. 600, 700, 150, 202, 300, 450, от которой я успеваю. 400, 300, 350, 180. Отлично. Отлично. Значит, в чем мой вопрос? Обратите внимание, что каждый из вас нацеливается, то есть, вернее, в каждый каталожный период делает разное количество баллов, да? То есть, это нету одной и той же четкой цифры. В какой-то больше, в какой-то меньше. Или в какой-то меньше, в какой-то больше. Не имеет значения. К чему-то вы стремитесь, но всегда есть какой-то разброс. Вон, 456 и 265, например, да? Хорошая разница. Или 260, 327. Вот. Я не про норматив, который норматив. Александр, сколько ты делаешь лично? Да? Меньше нельзя. Вот. Смотрите, что я вам сейчас предлагаю. Я взял просто для примера. В каждом случае вы можете взять и свои цифры посчитать. Я пишу, показываю. Смотрите. Допустим, человек один делает в одном каталоге, ну, вот, один месяц. Я месяц написал. По привычке, значит. По другой привычке. 75 баллов, в другом 100. То есть, получается, в разные месяцы он делает по-разному. Если мы возьмем, к примеру, такую среднюю директорскую команду, которая делает вот такие же средние заказы каждый раз и помножим, то получится, что в какой-то месяц вы будете делать 6000 баллов, в какой-то 8. Правильно? Вот попробуйте, уложите тоже там. Это можно потом брать какие-то средние баллы по команде, но там тоже примерно разброс. Но что я хотел вам сейчас здесь показать? Что из-за того, что в каждом месяце вы... Ну, это нормально. Это не надо делать одну и ту же цифру. Но это нормально, что у вас идет какой-то разброс. И этот разброс есть у всей вашей команды, правда, у них свои какие-то цифры. Может быть, меньше, может быть, больше, не имеет значения. Вот. Но разброс этот есть. То больше, то меньше. И получается объем продаж 6-8 тысяч. У вас свои цифры. То есть, получается, если вот смотреть на эту цифру, вроде бы в среднем мы получаем там сколько? 6 плюс 8 пополам. Это сколько будет? 7 даже, да? Даже 7,5 не получается. Ну, короче, в среднем мы где-то около 7,5 тысяч баллов находимся. Да? Но постоянно вот в таком вот скачке то есть они, то нет, то есть они, то нет, то есть это, то подтвердили статус директорский, то нет, то подтвердили, то нет, то подтвердили, то нет. И, кстати, по этой причине заметьте, некоторые директора, которые драгоценные директора, я так называю, часто рассказывают своих историй, что так как вот эта ситуация нестабильна, то они иногда открывают свои квалификации с одними людьми, а закрывают с другими. Почему? Потому что у вас сегодня, например, было 8 тысяч баллов, а в следующий раз 6. И дальше вы где-то там застряли. Вроде бы помогли своему спонсору открыть новую квалификацию, а дальше свалились. Или в вашей команде тоже такое происходит. То есть обычно это нормальное явление, когда вы целитесь на цифру где-то 7,5. Вы сами, большинство из вас, обратите внимание в чате, написали, что наша задача для того, чтобы, как я задал вопрос, для того, чтобы получать директорскую заработную плату или директорский доход, как вам удобнее, нужно делать 7,5 тысяч баллов. Это по маркетинг-плану. На практике получается вот такая вот картинка. Давайте рассмотрим примеры, я графически вам решил нарисовать. То есть когда вы ставите перед собой цифру 7,5 тысяч, то вы на нее целитесь, согласны? Ну вы же сами написали. То есть вы целитесь, вот я даже помню эти истории, добивать эти 7 до 7,5 тысяч. Или там ура-ура, мы открыли, преодолели эту планочку. Но в основном это как некое такое препятствие, такое, вернее, препятствие, как некий потолок, в который вы, скорее всего, упираетесь. И ваш рост, он можно вот графически проиллюстрировать так, как я сейчас на картинке. Пабац, сделали 7,5, оттолкнулись, в следующем каталоге не получилось. То есть потом еще, а это новогодние праздники вас ожидают примерно такие, да? Сейчас все заказывают, ра-ра-ра, все, хоп, открыли, ура-ура-ура. Потом пошли другие месяцы, и все повалилось в ноль. Опять же, это же сезоны. Хотя нет, там потом еще другие праздники будут, 8 марта, 23 февраля, майские, еще жить можно. Но летом все равно. И эти колебания, они неизбежны. Согласны? Вот, вы уже начинаете подсказывать. Я вот взял даже такое увеличительное стекло, и, скорее всего, ваша картина выглядит примерно таким образом. Вы всегда находитесь в каком-то состоянии маленького недобора. Нужно 7,5, а вот получилось 7,499. И я только сам истории эти видел. Я, кстати, одно время, когда строил группу, открывал тоже вот этот статус директорский. У меня мой из участников команды, это на спортивной в офисе. И это была такая командная цель, чтобы у нас уже была директорская группа. Он прям успел, знаете, вот пулей вскочить в закрывающиеся, опускающиеся с жалюзи, которые уже охранник нажимал, этот самый, ну, двери вот эти, которые все, прием заказов окончен. Он туда прям чуть ли не пролез для того, чтобы успеть добить эти баллы. Ну, это просто была как командная цель. Потому что, ну, вот все, это были последние минуты, когда можно было это сделать. Вот, так что это вот то самое напряжение, которое происходит. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Чтобы у вас семь с половиной тысяч баллов, как некая норма, оно выполнялось каждый раз. Нужно ставить цель выше, согласны? То есть не ставить цель на семь с половиной, а повыше ее, чтобы это был не потолок, а какой-то пол, на который вы могли бы опираться. Соответственно, вот картинкой я нарисовал примерно таким образом, что вот они, пожалуйста, вы, например, целитесь там. Ну, к примеру, вы сами можете себе поставить тысяч на 15 баллов. Вот, естественно, вы будете от них отскакивать. Но если вы не хотите терять квалификацию, то есть смысл, чтобы у вас нижняя вот планочка, нижняя грань была где-то минимум, ну, например, 10 тысяч. И вот тогда у вас будет хорошая, стабильная такая вот директорская, директорский доход. Ну, я так прикинул, это порядка, там по-разному, как построить структуру, ну, 40-60 тысяч рублей вы можете в средне получать. То 40, то 60, то 40, то 60. Вы сами можете, кстати, просчитать, посмотреть. То есть я очень приблизительно, проверьте ту информацию, которую я вам даю. То есть вот директорская такая норма. А если, кстати, те, которые знают лучше маркетинг-план, то вы знаете, что есть еще всякие там отрывы, необходимый объем продаж, который должен быть еще в первой линии для того, чтобы вы получали директорские бонусы, то в любом случае эта цифра должна быть большими 7,5 тысяч. Вот оно. 10-15 это минимум. Где-то вот этот вот коридорчик, он должен быть у вас. Поэтому вот вам одна из интересных... Да, вот как Мария говорит, при планке 15 тысяч всегда будет 7,5. И вы, скорее всего, ну, хочется вернуться к слайду, тоже будете по стратегии, в мотивации, в настрое, в системе обучения и так далее. Будете вкладывать и объяснять людям не про 7,5 тысяч баллов, а про 15. Это... ...всегда. Да? Вот. Потому что я делаю предположение, что всю свою команду вы мотивируете на нижнюю планочку. И в результате они все бьются головой о неё. И никак не могут заработать денег, и никак не могут преодолеть. Поставьте потолок выше, чтобы они на эти 7,5, а лучше даже там где-то на 10, ну, может быть, у кого-то 8 или 9, вы сами смотрите. Это вы на неё как опирались ногами, чтобы фундамент был. Даже если месяц не пошёл, всё хорошо. Вот. Движемся дальше. Движемся дальше. Это вам такая первая заметка. Надеюсь, вы для себя какие-то... на какие-то мысли вас она навела. Вопрос следующий. Тоже такой, но он в продолжение. Я предлагаю так поднять сейчас планку, чтобы она показалась из серии нереальных, но тем не менее в любом случае это нереальных для директора, а для обычного золотого, старшего золотого и так далее. Это вполне нормальные цифры. Есть смысл к ней привыкать и на неё настраиваться, да. Объём продаж 10 тысяч долларов. Вот кто из вас хотел бы научиться, я сейчас специально решил перевести в доллары, чтобы... Потому что у нас на форуме из разных городов, регионов, стран, да, присутствует, чтобы проще всем было считать. Вот объём продаж 10 тысяч долларов, групповой объём продаж 10 тысяч долларов. Вот скажите, насколько вам эта цифра соблазнительна? Насколько вы хотели бы её сделать? Насколько бы интересно было получать? И какие бы заработки тогда у вас были, если бы вы такой объём продаж всей командой делали? Кстати, обратите внимание, я вам очень рекомендую научиться просчитывать маркетинг-план таким быстрым способом. То есть просто посмотрев, ага, если я делаю объём продаж, то буквально через несколько секунд вы бы сказали, а сколько денег вы покладёте себе в карман. И всё это даёт статистика. То есть в среднем всё равно вы получаете. Не буду вам считать, это вам домашнее задание посчитать, но вопрос такой, как эти деньги сделать? Я вам предлагаю сейчас рассмотреть два варианта, по которым большинство хочется даже в качестве зарплаты. Ну, Светлана, научишься делать объём продаж сначала, а потом сможешь сделать заработную плату такую. Вот, всё постепенно. Я вам предлагаю сейчас рассмотреть два варианта, по которому я вижу, в последнее время активно работают консультанты разных команд, разных структур. Причём иногда между собой дерутся, показывая, пытаясь объяснять, что лучше. Вот. Первый вариант, наиболее распространённый. Кстати, к нему многие приходят, не знаю, кто-то выстраивает это в систему, и в этом есть определённая сила, кто-то выстраивает это как безысходность, потому что не получается людей приглашать в бизнес. Буду приглашать людей не в бизнес, а в потребители. Да? То есть потребители со скидкой «Приходи, покупай себе», «Приходи, поменяй себе один магазин на другой». Кто вот с этим знакомый, кто по такой схеме работает и её использует активно в процессе приглашения. У нас не надо продавать, рекрутировать, то есть там продавать или ещё что-то. Просто покупаешь себе всё то, что покупал раньше, но только теперь не через дорогу, а вот в специальном месте под флагом Reflame, ну, под вывеской. И таким образом строятся потребительские команды. То есть в этом определённое есть преимущество. То есть я сейчас, поймите меня правильно, я не собираюсь никого критиковать и говорить, что лучше, что хуже. Я вам просто сейчас призываю чуть-чуть подумать. Значит, какая функция потребителей? Кстати, я видел, да, вот есть команда, сейчас активно развивается, особенно через интернет. приходишь, активируешь свой номер, там, сколько там, 25, 30, 40, не знаю, баллов или долларов. Всё. Ты уже часть нашей команды. Вперёд. Соответственно, функция потребителя – это личное потребление. Это единственная задача, которая перед ним стоит. Правильно? Он должен просто покупать себе. Поэтому возьмём в среднюю цифру, вот сколько будет человек себе брать для личных нужд – это 20 долларов. Да? Тоже беру цифры из практики многих консультантов. Вы сейчас, кстати, вот я смотрю в чате, вы заняли позицию оценить, о, это плохо. Нет. Оба варианта, которые я сейчас рассмотрю, они будут по-своему интересны. Вот. Поэтому вопрос только что тут, знаете, чем интересен сетевой маркетинг, и неважно, тут нету правил, правильно, неправильно. Его можно строить по-разному. Можно прекрасно строить команду, строя именно потребителей. И таких примеров полно. И вы, кстати, сами знаете. Так что не будем отвлекаться. Едем дальше. Потребители. Личное потребление, ну, пусть это будет где-то 20 долларов. Да? Соответственно, давайте посчитаем, сколько таких потребителей должно быть. 10 тысяч долларов мы делим на 20, получается 500 человек. Вот и все. То есть все, что нужно сделать, это нужно организовать, привлечь в свою команду, в свою структуру 500 вот таких людей, зарегистрировать, которые каждый сам для себя будет покупать. Да? Экономия дешевле или еще что-то. Но есть еще один момент, который обязательно нужно учитывать. К этой 500 человек, если вы один раз их зарегистрировали, на этом останавливаться нельзя. Потому что смысл потребления в чем заключается? человек приходит и тратит деньги. То есть у него в кармане минус. Видите, я стрелочку показываю. Он пришел, потратил деньги. Он пришел в следующий месяц, потратил деньги. Он еще один месяц потратил деньги. Каждый раз у него деньги... Ну, это потребитель, он за этим и пришел, кстати. Он все равно же тратит. Давай трать сюда. Вот. И в какой-то момент наверняка с этим сами сталкивались, что люди как-то перестают покупать. Почему? Ну, потому что, ну, например, деньги закончились. Да? Или почему перестают? Ну, потому что настроение поменялось. Ну, знаете, из серии... Вот, чтобы сделать заказ через сайт, там, через Reflame, через сервисный пункт обслуживания и так далее, с доставкой, это нужно время. А тут вспомнил, мыло дома закончилось. Пойду, как раз планировал купить батон хлеба, пакет молока, но заодно еще брошу себе кусочек мыла и зубную пасту, оказывается, и остальное. И все. То есть потребители, они такие вот люди настроения. И они то покупают, то нет, то покупают, то нет. Другое дело, можно взращивать лояльных таких приверженцев конкретной марки. Это отдельная работа. Мы сегодня об этом говорить не будем. Но смысл вот в чем заключается. При этой схеме нужно еще понимать, что каждый раз, каждый каталог, каждый месяц для того, чтобы у вас работал, вы получали такой объем продаж, вы должны точно знать, что часть людей будет постоянно отваливаться. И их надо компенсировать. Часть это, ну, в среднем на треть. То есть если вы сделаете объем, структуру на 500 человек, которые покупают или купили в прошлом месяце, да, или каталоги, в данном примере, ну, для потребителей месяца, для нас каталоги, да, то чтобы в следующем месяце вы сделали объем продаж на 10 тысяч долларов, надо как минимум на треть еще раз пополнить свою команду. Иначе потому что вы не сможете компенсировать вот этот приток, уток, то, что говорят люди, перепись населения, да, просто смысл такой, что сейчас сегодня человек покупает, завтра нет, это право его. На это он был и приглашен. На Новый год они купят побольше. Вот, поэтому, да, здесь нужно, сколько это треть? Это еще где-то 150-170 человек каждый месяц нужно пополнять свою структуру, потому что именно столько будут уходить как категорию спящих. Вот. Вот такой момент. Но эта схема работает, и если это все организовать, вы тоже можете по такому пути идти. Рассмотрим второй вариант, когда вы строите структуру не из потребителей, а из дистрибьюторов. Ну, а постоянно рекрутировать нужно всегда. Кстати, при первой схеме обратите внимание, что здесь люди не зарабатывают, по большинству, но мы к этому вопросу вернемся. Они в первую очередь здесь тратят. Поэтому здесь появляется некая сложность. Она тоже преодолима, но все равно она присутствует. Человек пришел, первый месяц он заплатил. И даже если он пригласит энную тучу людей, скорее всего, с первых месяцев у него не очень будет хорошо получаться, он только будет учиться, то он в плюс не выйдет. В следующий раз он еще раз потратит, здесь раз еще раз, и дай бог потихонечку это будет выстраиваться в плюсик. Берем другую категорию, я ее отдельно выделил как дистрибьюторы. Функции дистрибьюторов. Функции дистрибьюторов. 300-500 человек, каталог почти нереально. Не, реально. Реально я знаю такие случаи. Ну так, функции дистрибьютора. Дистрибьютора. Это три функции есть. Это личное потребление, да, проверяйте меня, пожалуйста. Это продажи, это рекрутирование. Все верно? Он должен потреблять, продавать и рекрутировать. Соответственно, с личным потреблением мы уже с этим проговорили, то есть, ну, мы не будем на это остановиться, сколько-то для себя он тратит. Вопрос продаж. Давайте возьмем, для продаж я возьму какую-то такую нормальную цифру продавца, такая небольшая, немаленькая, 500 долларов. На 500 долларов он продает. Смотрите, какая штука. Кстати, вы наверняка знаете людей, которые спокойно делали такие, делали или делают такие продажи. Может быть, кто-то из вас нормально для него делать и больше, да? Есть у вас такие? Пишите, тоже откликайтесь. 500 долларов. Скажите, пожалуйста, нет, не буду вас сейчас задавать вопрос, чуть попозже тогда, а то мы не успеем сегодня. Человек, который продает на 500 долларов, в среднем он кладет себе в карман, ну, с учетом всех разниц между каталожной и дистрибьюторской ценой и всяких бонусов, премьер-клубов и так далее и тому подобное, ну, 150 долларов. 150 долларов. Да? То есть, что мы здесь получаем? Человек, который дистрибьютор, и он сразу делает продажи, он оказывается в плюсе. Он оказывается в плюсе, потому что он кладет себе деньги в карман. При этом, смотрите, личное потребление у него идет за счет, за счет уже заработанных денег. В чем преимущество, в чем прелесть этой схемы? Смотрите. Помните, в самом начале люди не зарабатывают, поэтому уходят. В этом случае люди зарабатывают и зарабатывают благодаря вам. Здесь давайте по порядку разберемся. Во-первых, человек, скажем так, положил деньги в карман. Это положительный момент. Вот первый месяц начал работать и положил денежку в карман. Классно? Здорово. Мотивация улучшается? Улучшается. Каких-то 150 долларов. Но мы же не ради этих денег пришли. Это небольшая сумма. Но сам факт того, что начав с вами работать, он положил деньги себе в карман, скажем так, повышает некое доверие к компании, к индустрии и самое главное, кому? К вам. Потому что к вам, как к спонсору. Потому что благодаря кому человек получил эти деньги? Благодаря вам, спонсору. Доверие повышается, вера повышается, и человек переходит в состояние, которым мечтает большинство из вас, когда он спрашивает, что делать дальше? Что делать дальше? То есть, и он уже за вами, скажем так, к вам пристает с вопросами. Потому что я увидел, есть деньги первые, я хочу получить больше. Скажи как? Вот я вижу, что у вас происходит в чате, там, 500 это много, это нереально. Ну, про много мы сейчас поговорим, про то, что мало людей такие действия только тоже делают, тоже поговорим, но они делают. И более того, здесь некий минус, наверное, знаешь, знаете, в чем отличие? То есть, здесь это надо научить человека делать такие продажи, и возможно, из-за того, что вы сами это не делаете, вас это страшит. Поэтому ваш путь, вот он, мы его уже разобрали. Есть другой вариант, по которому тоже идут и развивают команды. То есть, с этим разобрались. Положить деньги человеку в карман, это вам дополнительный бонус, как то, чтобы закрепить человека за собой, как то, чтобы повысить его веру в вас и в вас, и настроить его на дальнейшие действия. Давайте поговорим о следующих шагах, про рекрутирование. С продажами здесь разобрались. А сколько нужно людей пригласить в команду для того, чтобы получить 10 тысяч долларов при условии, что каждый будет делать по 500? Кто из вас умеет считать? Давайте считать. Дам вам небольшую паузу и себе заодно, чтобы включить вас. Потому что вы сейчас, я вижу, некоторые из вас хотят спорить сами с собой, реально, нереально. Думайте, считайте, все реально. Причем я сейчас вам маленькие цифры показываю. Вы бы видели, как структуры развиваются, которые на самом деле такую схему используют. У-у-у. Детский сад мы сегодня разбираем. 20 человек, все верно. 10 тысяч мы делим на 500, 20 человек. Это, кстати, ответ на вопрос, что таких людей мало, а много-то и не надо. Да? Много-то и не надо. Кстати, возможно, для вас это будет более комфортной работой, когда вы работаете не с такой толпой людей, а вот 20. Вопрос. Помните, в первом случае я говорил, что эту команду нужно будет пополнять? Эту команду нужно будет пополнять. Вот в этом случае будет ли утечка людей, нужно ли их будет пополнять новыми людьми? Давайте я сейчас посмотрю, что вы пишете в чате. Конечно, пополнять их, не, пополнять их нужно будет, но отток людей будет не такой сильный. То есть, почему? Потому что здесь люди пришли и положили деньги в карман. И это, ну как, давайте назовем, как наркотик. Потому что они увидели результаты, они зарабатывают деньги. Даже если у них структура там пока не строится, они знают, как заработать на продажах. Новичка проще всего научить зарабатывать деньги в первый месяц. Кстати, помните, кто, кто-то из выступающих, я сейчас не буду вам подсказывать, рассказывал, что первый месяц бери в руки каталог и продавай, положи себе деньги в карман. Вот, потому что это повысит веру. Эта работа была и с молодежкой, помните, да, было выступление. Максима Наренко. Это была работа и у многих других лидеров, сейчас не буду же перечислять. Вот. Вопрос такой, что люди получают здесь деньги, поэтому отток людей будет меньше. Скорее всего, ну, будут какие-то причины, но он практически такой небольшой будет. Ну, и компенсировать одного человека, двух, трех, которые вышли из команды, как-то проще. Давайте вопрос рекрутинг, сейчас вернемся. Скажите, пожалуйста, вот представьте себе, вот на секунду, отвлекитесь, поставьте себя на место новичка, это хорошее, полезное упражнение. Вы сегодня, вот прошел месяц, вы начали сотрудничать с какой-то компанией Reflame, там что-то говорят, интересное, и прошел месяц, вы положили себе денежки в карман, ну, 150 долларов. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Какое первое желание? Какое вообще настроение вы испытываете в таком случае? Какое, какое, какие, что хочется сделать? Вот как бы вы здесь ответили? У вас не было денег, долго искали, здесь появились. Ну, большие, небольшие, ну, сколько это будет? В рублях, российских, где там, 6-10 тысяч рублей, да, рассказать, да, класс, можно побольше, поделиться с друзьями. Понимаете, какой интересный момент? Да, совершить себе покупку, это тоже, мы об этом говорили. Вот вопрос приглашения, он очень сильно облегчается. Если человеку даже будут говорить о том, знаете, вот эти возражения стандартные, даже не буду перечислять, ему будет все равно, он получает свои деньги, веришь ты в это или нет. Его не нужно учить работать с возражениями, потому что человек, который не зарабатывает, он внутренне, у него ощущение, такой червячок сидит. А вдруг это все лохотрон? Не дай бог, я тут еще своих друзей втяну. Лучше я вам расскажу таким образом, чтобы они отказались. Это у него такой внутренний голос, а на самом деле он там весь в мыле пытается рассказать, все эти преимущества, логически это все преподнести, показать возможности, фотографии, путешествия, видео, люди, мероприятия, что только они делают, чтобы попытаться с самими собой бороться, потому что внутри есть ощущение, «Блин, я в прошлом месяце нифига не заработал, только потратил». А если заработал? Если заработал деньги, за что мне тут рассказывать? Хочешь? Давай я тебе тоже дам возможность. Не хочешь? Ну слушай, это твое право. То есть ощущение, даже людей доучить не нужно с этим возражением работать. Но, кстати, эта внутренняя вера еще больше поджигает глаза, и идет вот это распространение информации. Человек с большим легкостью и удовольствием может пригласить, помните вот нашу пирамидку вот эту? Один, три, девять, двадцать семь, вот три человека. Да легко найти среди своего окружения тех людей, которым нужны деньги, и при этом я знаю, что их можно здесь заработать, я даже не знаю, я это делаю. Найти можно. Когда есть внутри ощущение вот этого, то, на что можно опереться. Поэтому в идеале, конечно, это так. Там еще предстоит отдельная работа, но намного упрощается процесс приглашения, когда сам человек в основе он зарабатывает. И команда в 20 человек, смотрите, ее можно простроить буквально за пару месяцев. Вот такие моменты. Давайте сейчас еще в дополнение я сегодня так решил откроем план успеха. план успеха Reflame. Сейчас. Смотрите. Листаем странички. План успеха знаком, да? Вот, показываю. Те, кто не видели. Издание для лидеров. Сейчас я вам покажу интересную страничку, которую мы с вами разбираем. Об этом вам и компания даже говорит. Вот она. Вот она. Страница 17. Страница 17. Вот этот вот график. Обратите на него внимание. что сначала доход от спонсора растет медленно, затем начинает растить быстро и без границ. В начале карьеры в Reflame будете получать доход от показа каталога, последующих заказов, ну и так далее. Короче, есть тут два момента. Давай сейчас вернемся теперь еще раз к слайдам. Я просто показал, где вы можете поподробнее об этом тоже почитать. Так. Вот они. Вот это сейчас, чтобы лучше было видно. Что мы можем здесь увидеть? Что мы можем здесь с вами увидеть? А именно, уж лучше спонсировать. Вот эта вот, кстати, борьба лучше или хуже, она мешает вам вообще, в принципе, зарабатывать деньги. Продажи. Смотрите. То есть, вернее, начнем со спонсирования, которое лучше спонсировать. Вот человек, который идет и спонсирует, и вот приглашает, приглашает, сам не продавая, пусть он там себе только покупает, его доходы растут очень-очень-очень-очень медленно. Вот график здесь, он даже может идеально нарисован, я бы его даже ниже прорисовал, вот еще ниже, прям медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно, и потом где-то появляется рост, если он появляется. Главное слово здесь «если». Если внедрить продажи, то что получается? Сразу человек в первый месяц получает большой доход. И потом на этом доходе он может спокойно работать, то есть у него есть деньги, у него есть уверенность и так далее. И вот постепенно, медленно-медленно-медленно-медленно растет структура, Да, команда, командочка пока что. Но вот потом наступает та самая критическая точка, когда идёт взрывной рост. Почему? Потому что, и она наступает в этом случае, потому что когда идёт совмещение, человек… Вот в чём проблема? Вот эти первый, второй, третий, четвёртый шаг, а иногда бывает полгода-год, люди до этого места не дотягивают. Им денег банально не хватает. Сколько я историй видел, когда люди уходили… Ребята активно растущие бросали всё дело, пошли, например, с сантехником работать. Семью надо кормить. Это всё здорово, замечательно, но уж всё растёт, но медленно я не доживу до этого. Мне нужны деньги здесь, сейчас. Можете мне рассказывать, что работа от слова «раб»… Я человек ответственный, у меня есть дети, которых нужно кормить сегодня, а не завтра, когда им это уже не будет нужно. Поэтому отчасти вот в такой ситуации люди находятся. Но когда внедряются продажи, им появляется возможность сразу же получать денежки. И до этого момента больше вероятность многим дойти. Я вверху привёл пример. Если, например, вы строите команду исключительно потребителей, которые себе покупают и потихонечку растут. Ну, допустим, в идеальной схеме. Можете сверять своими. Первый каталог. 5 долларов заработали. Там, со всяких скидок и прочее. Причём я говорю с учётом своих затрат. То есть вы потратили, получили доходы минус расходы. Вот это то, что деньги пошли в карман. Второй – 10, третий – 20, потом 50. Это один сценарий. И то, кстати, наверное, идеальный, судя по всему. Есть второй вариант. Дистрибьютор. Когда он работает с продажем. Первый месяц. Первый каталог. 150, 300, 500, 1000. И скажите мне, что таких примеров вы сами не знаете. Вот. Поэтому совмещение продаж и спонсирования, оно даёт очень хороший результат. Теперь давайте с вами поговорим на тему того, а кому кажется из вас, вот, всё это красиво звучит, всё в теории, а давайте теперь перейдём к практике, к реальной жизни. Олег, давай к реальной жизни. В реальной жизни продажи на, там, сколько ты говоришь, там, 500 долларов никто не сможет сделать. Я не знаю как. Я никогда это не продавал. Продажи никто не любит продавать. Никто не умеет продавать. Это нереально сделать. В теории хорошо, на практике нет. Только людям говорю о Reflame, люди говорят, о, продавать не хочу, вот Юля пишет. Мы привлекаем, что пишем, что нет продаж, нет вложений. Галина, ну, это твой путь номер один. Потому что вторая, второй вариант для тебя закрыт. Ты сама сказала, продавать не надо. Вот. Я впервые, в первый каталог делал 900 личных, а потом совмещать сложно по времени. Кстати, по поводу совмещения. Смотрите, когда у вас идёт рост команды, естественно, у вас время на продаже становится всё меньше и меньше. И вы вот здесь вот где-то переходите уже к личному потреблению. К личному потреблению. А поддерживаете продажи только за счёт хорошего, хорошо разработанной, наработанной клиентской базы. Если вы подходите к этому делу с головой, то вы обрастаете там 10-20 клиентами постоянным, которые делают у вас хорошие заказы. Вместо того, чтобы бегать и просто разносить одну тушь по всем концам города. Зарабатывая при этом минус 10 рублей, когда вы посчитаете, сколько у вас ещё на дорогу ушло. Вот. Значит, по поводу практики. Как я говорил, я ещё являюсь руководителем продюсерского центра. И мы как-то провели... Считайте, что это эксперимент. Некий практикум. Сейчас я... Это я вам привожу пример, чтобы просто показать, где реально... Где начинается реальность. Была такая придумана модель, где я сказал, ребята, давайте сделаем такую штуку. Регистрируем только тех людей, то есть дистрибьюторов, которые будут продавать. И каждый из них будет продавать минимум на 500 долларов. Клиентов не регистрируем. Их мы обслуживаем. Ну, мы их обслуживаем. Поэтому они вне структуры. То есть вот такой пример, который я предложил реализовать. Вот. Заработок ваш будет примерно 300 тысяч... Ой, 300. 30 тысяч рублей. Или 4-600 долларов при такой реализации. 7 человек. Значит, что я сейчас вам показываю? Первый шаг, с которого мы начали, это научиться продавать. Причём люди приходили разные, которые к продаже вообще никогда до этого не делали. Что получилось? Смотрите. Увеличение объёма продаж лидера после обучения команды. То есть вот команда людей, которая пришла лидерская, вот изначально продавала на 600 тысяч рублей. Я сейчас не буду копейки эти... это самое... озвучивать. А получилось 1 миллион 300. То есть рост объёма продаж на 119, почти на 120 процентов. Круто? Средний балловый заказ по структуре вырос на 70 процентов, а активных участников, вы сами понимаете, люди есть, которые вроде бы на словах говорят, а на практике ничего не делают. Так вот те, которые делали, у них увеличилась продажа в среднем на 300 процентов. Вот. Результаты участников, которые были. 16... Вот участвовало всего 89 человек. 16 из них сделали 500 и выше. 4 сделали 500 ещё за дополнительную неделю. 7 сделали где-то 200... ну, на 250 продажи. Остальные делали меньше. И вот объём... процент участников, которые сделали продажи, вот-вот-вот-вот в процентах, получалось, что 91 процент людей увеличили свои результаты, задание выполнили только треть, полностью смогли, а ведь не все могут, да? Получили результат на 500 долларов около 18, ну, почти 20 процентов. Что я вам показываю? Я вам показываю, что если задастся целью и внедрить это в свою систему, то вы можете примерно такие же цифры получить, если начнёте людей обучать продажам. По поводу цифр. Я вам хочу привести пример, чтобы вы так хорошенько зарядились и впечатлились. Вот топ-10 продавцов, которые у нас получились. Посмотрите, какие цифры по продажам. 74 тысячи рублей. Это за 4 недели на всякий случай. 54 тысячи рублей. 55. Это на один человек сделал за 4 недели. К вопросу, можно такое делать или нельзя. 40. При этом, кстати, уделяю времени, сейчас скажу, 3-4 часа в день всего. А некоторые 2. 30, 40 и так далее. По поводу того, что с небольшими продажами вот некоторые люди приходили, и вот они, вот на Илья, например, не буду называть фамилии, не имею права, 200 рублей. Это её были средние продажи. После того, как прошло обучение, 17 тысяч. Как вам такой рост? Или 900 рублей, Александра, 14 тысяч. Я вам показываю сейчас пример, что вам, как спонсорам, что если поставить, сменить фокус, внимание, что каждый человек, который у вас делает всего там, например, на 200 рублей, у нём потенциал есть на 17 тысяч. Каждый, кто на 900, у него на 15 почти тысяч рублей. Это реально. Даже небольшое увеличение в продажах, представьте себе, насколько сильно увеличится ваш объём продаж, если каждый человек в вашей команде увеличит, ну хотя бы в два раза. Вы одним махом в один месяц можете увеличить объём продаж своей структуры, групповой объём продаж, а посчитайте сразу и чек свой в два раза, если внедрите продажу. Участники, которые с нуля увеличили результат. С нуля это значит вообще никогда не умели продавать, боялись, плевались, избегали, всё, что угодно, только не продажа. Потом начали делать с удовольствием 14, 7, 6 тысяч рублей. Как вам такие цифры? Вот. Надеюсь, я развеял этими примерами конкретных людей вам, что любого человека можно научить продавать. Причём так, чтобы он получал от этого удовольствие, причём так, чтобы клиенты получали от этого удовольствие и чтобы он не бегал с 120 каталогами весь в мыле, таская тяжести, а вот делал эту работу качественно, там, не знаю, 20 хороших клиентов и 50 тысяч рублей. Пару дней в каталог. это результаты просто, да, на практике это там надо было потрудиться, как говорится. Вывод. К чему я сейчас ввёл своё выступление? Внедрите продажи в свою структуру и начните строить структуру зарабатывающих людей. помните главную мысль, как научить, как строить структуру зарабатывающих людей. Если вы внедряете продажу в свою структуру, с первого дня, с первого же каталога человек кладёт себе в карман. Да, это ещё далеко не сетевой бизнес, но деньги в карман он положил. У него есть возможность дальше продолжать, у него есть возможность и желание вас слушать, потому что вы тот человек, который только что своими какими-то наставлениями помог человеку положить денежку в карман. Любой адекватный, нормальный человек скажет, то есть будет думать, если он мне помог сделать из меня, из никого, из ничего такое, такое, что я начал зарабатывать. Интересно, сколько он на самом деле знает? Есть смысл его дальше слушать? Дальше будут слушать. Вот. Дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько вам эта информация, вот что вы для себя вынесли, насколько это было для вас полезно сейчас. берут для себя, но продавать не хотят, Татьяна. Ну, ты сама их настраиваешь на это. Привлекало на потребление, скорее всего, вот поэтому люди берут для себя. вопросы по поводу того, как это сделать. Могу сказать из моей практики. Хотите, расскажу секрет главный, как научить людей продавать? Вот, реально. Где посмотреть, какую книжку прочитать, да? Какое видео посмотреть? Где пройти какой-нибудь там, я не знаю, супер-мега-тренинг по продажам? Какие техники используются? Какие манипуляции? Как работает с возражениями? Как там людей влияют, что они в результате покупают на такие большие суммы? Там средний заказ, например, человек на 5, 6, 10 тысяч рублей. Как вам такие? Как на такую сумму можно? Один клиент на 10 тысяч? Невозможно. Вы что? Наверное, ему втёхивают какими-то супер... Дайте шаблоны, дайте скрипты. Кому это все дать? Как, как? Сейчас вам отвеечу на один интересный момент. Никаких секретов нет. Сейчас самая главная проблема, с которой я вижу, что многие сталкиваются, это вопрос не отсутствия информации, она у вас вся есть. Это бесплатные там, вебинары, видео, онлайн-форум. Пожалуйста, вы много что получаете. Это вопрос, самая сложность начинается тогда, это когда приходим к вопросу внедрения, когда у вас есть знания, а как их внедрить на практике. И тут начинается, когда что-то делаешь на практике, появляются ошибки. Что-то не получается, что-то не делается, что-то не просто так. Вроде в теории хорошо, на практике совершенно не так. И сейчас большой дефицит именно наставников, тех людей, которые помогут получить, дать обратную связь, тех людей, которые помогут освоить какую-то технологию, тех людей, которые помогут делать действия эффективно, ведь можно делать количеством, а можно делать эффективно, можно делать заказы, распространять, собирать заказы по 100 рублей, а можно сделать одну эффективную продажу на 6-7-10 тысяч рублей. Это вопрос в эффективности и в дорабатывании навыков. И это работа, это работа вас как наставника, как спонсора. И если вы, ну, единственный такой верный способ это сделать, чтобы выработать какую-то свою методику, это вам самим есть смысл сначала сделать продажи, потом превратить это в некую технологию. Это вариант номер один. Как можно сделать? Либо у кого-то эту технологию занять, подсмотреть, опробовать на себе под каким-то наставничеством кого-то это сделать. Это второй вариант. Вот. Все очень просто. Помогите человеку сделать действия, потому что то, что я вижу в большинстве случаев, к чему прогорают люди, это направлено на то, чтобы объяснить, рассказывать, 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 рассказывать и кидают. Вот. Дальше ты все понял, дальше сам. Есть смысл человеку не рассказывать, а помогать делать конкретные действия, получая конкретные задания. И смотреть, как он эти задания выполняет. И корректировать его, если у него что-то не получается. И помогать ему сделать так, чтобы у него в результате получилось. Понимаете, какая штука? и поднять свое место и уйти из интернета временно и попродавать вживую с людьми, потому что в интернет многие ломятся для того, чтобы ничего не делать, лишь бы не общаться. Вот. Продажи через интернет это очень сложный процесс. Сразу могу сказать. Если действительно хорошее. И куда проще нескольких людей, своих клиентов сопровождать. Вот. Такой вот пример. Могу вам... Ну, есть... Кому нужна, кстати, помощь в продажах этих... Я что-то так сейчас поговорил. Могу вам, в принципе, тоже помочь. Кому, если необходимость, могу, в принципе, в небольшой группе помочь людей. Значит, смотрите. Давайте так. Я вам скажу, как на практике есть. То есть я... В принципе, в следующем году у нас, скорее всего, будет практику по продажам. И я не знаю, когда и сколько людей. Мы там туда их отбираем, потому что мы не берем людей, которые не готовы работать. То есть у нас там очень такой строгий отбор происходит. Могу вам сейчас... Надо тогда мне сейчас найти. дать анкетку. Вы ее заполните. Ну, это просто будет как некая заявка. Я не обещаю, что вас... Вам... Вас возьмут, там, поснакомятся с ответами, но... дать вам такую анкету. Вот. Будет как некая заявка на вот это обучение. Потому что в основном сейчас мне обращаются лидеры с просьбой работать с их командами, с их структурами, чтобы... Ну, я циферки показал, да, ведь интересно, вот если вы лидер в вашей команде. Сегодня 600, завтра полтора. ой, там, 1370 на 120 процентов увеличить объем продаж. Это же интересно. Мне интересно работать с лидерами. Но иногда мы организуем открытые мероприятия, собираем людей, ну, так, разных команд, разных структур, скажем так, которых сейчас нету хорошего наставника, спонсора, вот рядышком, где-то он далеко, то вот для вас может быть тогда мы такую штуку организуем. Но в основном я сейчас говорю, что больше времени уходит работать именно с командами топ-лидеров, причем если у вас есть такие объемы продаж, которые сейчас на цифре, то сможете уже себя к категории лидеров перечислить. Тогда давайте сделаем следующее. Сейчас я... Где это делается эта штука? Погодите. Так. Применить. Вот. Скажите, пожалуйста, под этим видео появилась кнопочка анкета? Если появилась, восклицательные знаки поставьте. Пока ее не заполняйте. Чуть позже. Есть. Ага, отлично. По окончании тогда нашего сегодняшнего вебинара, я сейчас буквально еще минут несколько там и закончим мы, можете спокойно тогда заполнить анкету и будет это ваша заявка. Договорились? То есть это будет такой вот момент. Будем организовывать, тогда я вас просто оповещу. Ну, если вам это поможет, ради бога, это хорошо. Вот. В принципе, основную тему, которую я хотел затронуть, я раскрыл. Скажите, пожалуйста, насколько у меня это получилось? Насколько у меня получилось именно раскрыть тему по тому, как строить команду зарабатывающих людей? И дайте, пожалуйста, обратную связь, какие вы для себя ценные наблюдения, мысли сегодня. Сегодня открыли, обнаружили. Отлично. Вот. Главное, еще раз обращаю внимание на сегодняшний день. Поймите вещь очень важную. Это я вам говорю, как вам, наставникам, потому что вы же работаете со своими людьми. Сейчас большие росты и взрывной рост идут в тех структурах, где идет акцент не на теоретические знания, не на информацию, не на мотивацию, а на внедрение. На внедрение. То есть помогите людям своим не понимать, а делать действия. Пусть они пройдут путь из точки А в точку Б, не понимая, а просто на вере, просто делают, получают результат, делают, получают результат, делают, получают результат. И когда вы окажетесь в точке Б, когда вы уже пройдете этот путь, сядьте с ним, проговорите, покажите, смотри, что я с тобой делал, смотри, какой путь мы с тобой прошли, смотри, из каких шагов и действий это все складывалось, чтобы в результате получился у тебя этот результат. Понимаете? Объяснять в конце, можно так сказать даже. На первом плане именно направить его на конкретное, на конкретное действие. Вот тогда ваши команды будут развиваться. Сделайте акцент именно на практику, тогда у вас все пойдет совершенно по-другому. Ну что, давайте тогда заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. И, как я и говорил, затронем еще пару вопросов, прежде чем расстанемся. Вопрос шестой онлайн-форум. Будет или нет? Интересно это или нет? Нужен ли шестой онлайн-форум? Седьмой, восьмой, девятый, я уже сейчас не говорю, а следующий. Насколько необходимо дальнейшее развитие этого проекта? Значит, хочу вам честно сказать, я на этот вопрос ответ пока не получил. Потому что, помните, в самом начале я говорил, мне важно понимать, когда что-то делаешь, что действительно этот, например, проект, а это же для того, чтобы организовать онлайн-форум, у нас ушло где-то месяца три активной работы. И этот проект, он приносит людям реально пользу и помощь. Поэтому давайте сделаем так. Я со своей стороны, у меня есть все необходимое для того, чтобы его организовать. И это организовать уже в следующем году, я говорю, в октябре 2016 года получается, то есть у нас так раз в год. Мы уже традиционно вот именно в этот месяц пришли к тому, что проводим форумы. Вопрос такой, первое, что мне необходимо, какая обратная связь и помощь. Я, во-первых, хочу увидеть ваши результаты. То есть результаты, которые вы получаете. То есть если вы получаете результаты благодаря онлайн-форуму, пишите мне личным сообщением, либо, ну, в принципе, вот на почту, с которой вам приходили рассылки, можете на нее писать, либо находите меня в социальной сети ВКонтакте. Вот, чтобы было видно, что, да, форум, он вас не отвлекал от работы все эти две недели, а он вас действительно настроил на какой-то определенный лад, вы в результате начали делать действия, которые привели к результатам. Это первое. Это важно мне увидеть, потому что важно не только мне увидеть, и лидерам, которые здесь выступали, потому что каждый из них строил свое выступление с целью такой, чтобы помочь своей команде и команде многих людей. То есть если эти будут результаты, значит, будут и лидеры, потому что, как вы понимаете, форума не может, он не может состояться, если не будут здесь при выступать топ-лидеры, лидеры и консультанты, директора с растущими результатами. Второй момент, это, который я хотел бы еще, это результат к участникам. Теперь вопрос к лидерам, директорам разных квалификаций, разных статусов и так далее. Это я увидел, что некоторые из вас встраивали форум как в одно из плановых мероприятий своей команды. вопрос такой, насколько это актуально и в будущем вы тоже хотели бы и готовы внедрять вот онлайн-форум как вот такой период активной работы своей команды, где вы именно внедряете в свою систему обучения. Я прошу с этими, со своими пожеланиями на этот счет мне писать на... ну, лучше ВКонтакте меня найдите. Хорошо? После каждого каталога или через полгода. Валентин, получишь результаты и пиши вот в любой момент. Вот. По поводу внедрения в свою структуру. Обсудите, пожалуйста, со своей ключевой командой, со своими директорскими командами, менеджерскими и так далее. Что, может быть, какие-то просьбы, пожелания, темы, выступления и так далее. Напишите. Напишите. и давайте мне обратную связь, потому что, не имея обратной связи, к сожалению, ну, вслепую ни один проект не развивается. То есть я сейчас прямо эту обратную связь приходится выцеплять, вытаскивать клещами, местами. Вот. Такой момент. И что еще? Ну, наверное, по форуму вот какие-то два момента. Да. Вот это все. Это ваши результаты и пожелания от лидеров. То есть пишите, пишите, обращайтесь, будем вместе обсуждать и думать, как из этого проекта делать лучше, выше, сильнее. И чтобы он именно дополнял вашу систему обучения, работы, а не там конфликтовал. Хорошо? Так что со своей стороны готовность даю сделать еще один форум. Силы, ресурсы для этого есть. Так. Хорошо. И еще один момент организационный. Об этом многие спрашивали по поводу следующих проектов, которые я организую в помощь развития консультантам и лидерам компании Ariflame. И не только, кстати, это такой индустриальный проект. Это уже тоже традиционный в январе, в начале года, когда под Новый год, под елочкой пишем, всякие загадываем желания, ставим новые цели, прописываем какие-то планы. Новый год для многих это подведение каких-то итогов и новых планов. И очень хорошо здесь у нас встроился такой проект как марафон по целям, который длится 90 дней, где одна из, одна из, можно сказать, единственная главная задача, это в эти 90 дней сделать хороший, сильный такой рывок для того, чтобы выйти на новый уровень, независимо от того, на какой ступеньке вы до этого находились. Если вы консультант до менеджера, если с менеджера, то до директора, если с директора, то золотого и так далее. Даже если вы падали, даже если что-то не получалось, то есть это еще один повод подняться, подняться причем с командой единомышленников, с огромной группой поддержки, то есть этот марафон запланирован на январь 2016 года. Суть его заключается в простой вещи. Вы ставите цель на три месяца открыть новую ступеньку к карьерной лестнице и вместе с тысячами единомышленников ее открываете. Так что, как говорится, небо не предел. Здесь скажите, пожалуйста, те, которые из вас участвовали, плюсики поставьте как-то в чате. А те, которые хотят, поставьте восклицательные знаки участвовать в такой вещи. Или хотят, даже не понимают еще о чем, надо поподробнее узнать. Вот, вижу уже активных участников, которые до этого неоднократно уже были. Здорово. Тоже очень интересная площадка, очень интересный инструмент для работы. Значит, в этот раз я хочу о, сколько людей не знает об этом. Я хочу обратиться к командам, то есть лидерам с командами, то есть команды там, например, 10, 20, 30, 130, 500 человек и более с предложением. Выйдите, пожалуйста, со мной на связь. У меня к вам есть интересное предложение, как очень сильно повысить активность вашей команды, ваших людей и подтолкнуть их всех на открытие новых званий. Причем так, чтобы под вашим чутким руководством это никак не конфликтовало, а усилило бы вашу систему работы. В этот раз мы будем делать так, чтобы это будет именно командный марафон, то есть командами будут собираться. Есть определенные инструменты, которые мы приготовили для лидеров, как такая система управления развитием команды. то есть вы за эти 90 дней можете реально управлять и влиять на развитие команды, используя самые эффективные способы повысить активность и сделать так, чтобы люди были настроены на активные действия. Как и что, пишите мне либо на электронную почту, с которой приходили сообщения, либо лично ВКонтакте, я с каждым лично в Скайпе пообщаюсь, расскажу некоторые нюансы, это просто будет вам информация для размышлений, потому что все, кто слушал мое предложение и увидели, как это можно сейчас использовать, просто с руками уже говорят, Саша, давай уже готовь. То есть марафон уже показал себя на практике, опять же, главная его идея в том, что каждый участник каждый день задает себе вопрос и сам перед собой отчитывается, что я сегодня сделал для достижения своей цели, которую перед собой поставил. И за 90 дней происходят чудеса. Ну вот как-то так, это такой небольшой анонс, то, что я вам пообещал. В принципе все. На этом предлагаю закончить наш пятый онлайн-форум. Мне кажется, он прошел на очень высокой ноте, очень успешно, очень интересно, очень эмоционально. Впервые такое большое так собрали количество лидеров, топ-лидеров, тренеров, которые делили своими секретными успехами, методиками. Впервые мы собрали столько стран, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Впервые у нас столько участников. Я даже, честно говоря, не помню, сколько тысяч человек. Посмотрите, на сайте много. Могу сказать, что такого проекта нет ни в одной компании, такого нигде не присутствует. И давайте его дальше развивать. Надеюсь, что все, что здесь проходило, действительно поможет вам уже в ближайший год открыть новую ступеньку. Тем более, еще впереди целый месяц. А уже в следующем году закрепить и выйти еще на более высокие ступеньки, уже не самостоятельно а вместе со своей командой. Искренне всем желаю успехов. С вами был Александр Ивальченко. Всех очень люблю. Счастливо, хорошего дня и хорошей жизни, о которой вы мечтаете. Всем пока.